Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Мы сейчас очень быстро гонимся за нашим младшим сыном в школу забирать. И хотим ответить на один вопрос от нашего подписчика. Я вам его зачитываю. А жилье дорогое, и летом сильно жарко, и еще змеи гремучие есть. И все это в вопросах. Сейчас быстренько вам ответим. Вот, кстати, с правой стороны тот дом, который я вам показывал зачехленным. Его расчехлили на вторые сутки, и уже все хорошо. Люди вернулись и живут. И термиты, короче, их жилье не съели. Их спасли. Ну, давайте, значит, начнем с конца вопроса. Он самый простой. Есть ли гремучие змеи? За все время, сколько мы здесь живем, змею видел, наверное, я один только раз. Вы не видели здесь, да? Нет, ну мы не в парках, нигде не видели. Вот, а я видел на дороге, когда я ехал, наверное, это было где-то в Вест-Голливуде, там, где живут миллионеры, звезды и все возвышенные личности. Так-то просто кто-то домой возвращался. Вот. И, в общем, там такие крутые серпантины, в общем, дороги очень красивые. Но там, получается, больше территорий, где нету домов, правильно? Нет, там все заставлено дома. Там все дома в зелени. Я думаю, а может, где-то там есть, где жить просто. Так, вот они в этой зелени и живут. Вот, все утыкано домиками, все очень зеленое. И, в общем, я не знаю, какая это была змея, но она была достаточно большая. Я достаточно быстро поднимался в эту гору. И прямо вот, это было темное время суток, и она оказалась вот буквально раз перед глазами у меня. И я пронесся над ней, и такое у меня ощущение в машине было. Я прямо такой, о-о-о, блин, думаю. И потом еще ехал домой, думаю, хоть бы она не зацепилась там где-нибудь и не залезла потом в машину. Ну, в общем, жуткое ощущение. Это не передать словами. Вот. А еще там очень много стоит знаков, типа, аккуратно олени перебегают дорогу. То есть, вообще, вот эта эре, где мы живем, она очень достаточно плотно, как это сказать, населена всякого рода животными. То есть, вот там, значит, в том же Голливуде, это как бы город, и там бегают олени. Вот. А у нас постоянно бегают эти, каких называют? Еноты. Еноты. Потом скунцы есть. Ну, очень много белок. И встречаются койоты. Даже в некоторых частях города стоят знаки, что если вы увидите койота, то сообщите в полицию или еще куда-нибудь, там 911. Вот. Потому что на самом деле они есть, и это как бы не очень здорово, потому что койоты это злые такие волка-собаки или как их назвать. Ну, они доконируют. Ну, это хищники. По размеру они доконируют. Да. Такие большие собаки. И, в общем, очень часто бывает, вечером едешь и видишь, бежит такое животное. Вот. А буквально вот на днях Сашкин, ну, Сашкин как мистер W, это преподаватель, который ведет компьютерный класс, чтение и математику. Он рассказал, что к ним запрыгнул во двор койот через восьмифутовый забор. Восьмифутовый забор, это, я так понимаю, где-то 2,40-2,50. Вот. И он говорит, слава богу, все обошлось. У них там собака была, но, говорит, собаку он не тронул. А что он не сделал? Не сказал? Нет. Не сказал. Мы выходили, уже звонок прозвенел, не успел. В общем, это вот то, что касается животных. А теперь, давайте коснемся, да, вопроса жары. Ну вот, Маришка, похвастайся, как ты первые 2 года или год водила детей и плавила тело. Первые полтора года я водила детей пешком в школу, потому что Сережа очень усиленно работал. Ну, он и сейчас усиленно работает, но тогда Сережа уезжал из дома в 5-6 часов утра, возвращался часов 10-11-12 час ночи. Ну, по разому было, я мог и в обед вернуться, мог в обед уехать, но, в общем, чаще приходилось тебе заводить и забирать детей самостоятельно. Ну вот, поэтому, что я могу сказать, зимой за первый год мы только один раз попали под дождь, вот такой нормальный. В основном дождей по зиме не было. Сейчас как-то вот у нас эта неделя была, мы уплывали. По поводу жары летом. Ага, когда мы приехали. Да, по поводу жары летом. Мне было постоянно жарко даже осенью и весной, потому что я все время была с коляской и все время бегом-бегом-бегом, потому что нам с Сашей нужно было отвезти детей быстренько вернуться домой, там, готовить, кушать, что-то делать, бежать обратно в школу. Ну, на самом деле, температура... Форма одежды у тебя была, шорты, сланцы, майка... И все. И все. По лету жарко, наверное, становится где-то в середине, в конце июня, и жаркая температура по 30 с чем-то градусов, она держится... А бывает и больше? Ну, больше, бывает больше, ну, средняя, скажем, 30, потому что бывает же не 26, а 27. Она держится где-то нормально, так до октября, до середины, может быть, октября. Да, потом уже чуть-чуть меньше становится температура, да. У нас немножко, вот у меня создается впечатление, что смещены вот эти рамки. Лето как бы сдвинуто на ось. Да. Ну и, соответственно, все остальное тоже сдвигается. Вот. А я хочу со своей стороны добавить, что, в общем, когда мы переехали в 2014 году, получилось так, что 2-3 года было аномально жаркое лето и аномально теплое и сухая зима. Вот. Плюс еще к тому же у нас был период акклиматизации, который, как оказывается, прошел не за неделю, не за две, а затянулся на 3 года с лишним. Даже больше, почти на 4, наверное. И поэтому, когда было прохладно, мы, в общем, это не чувствовали. Для нас это было нормальное, жаркое белорусское лето, и мы зиму переносили, первые зимы, очень даже легко. А летом мы радовались жаре, потому что, ну, такого не было в Беларуси, и мы грелись, и все было вот весело и задорно. А буквально в прошлом году, и в этом мы конкретно почувствовали, что такое калифорнийская зима, потому что как-то нам стало прохладно, мы захотели в 15 градусов одеть куртки, кофты, и пошли дожди, затяжные, на неделю. И, как сказал наш друг, это нормально, говорит, это вот такая зима, просто, говорит, вы приехали в очень такое время перемен. Вот, ну, поэтому, в принципе, погода очень комфортная. Дело в том, что в Калифорнии влажность гораздо меньше, чем в Беларуси, и поэтому жара и холод переносится тоже гораздо легче. Ну, вот, скажем так, вкратце о погоде. То есть, как бы, оно сильно жарко, но, опять же, на любителя, кто любит жару, кто не любит. Ну, везде есть кондиционеры, машина, магазин, дом, то есть, очень хорошо. А на улице, около Тиана, хорошо, и в парке хорошо. В общем, погода очень классная, и нам она нравится, да? Или она мне только нравится? Нет, она нам нравится, но вот ты сейчас сидишь и рассказываешь, а мне кажется, что, или, может быть, потому что мы уже здесь какое-то время пожили, и мне кажется, что нам уже жарко только, когда мы в Промспринт приезжаем. Там температура 42-46, и там вот ты уже понимаешь, вот это вообще жарко, типа, правда. А здесь такого состояния вообще нет. Это городок в пустыне, и там вообще еще меньше влажность, еще суще воздух. Вот там, мне кажется, шар. И когда ты выходишь из машины с кондиционером или из магазина, тебя прямо вот обволакивает такой сухой, горячий воздух, как будто ты зашел в сухую парилку. Я пойду сошел в воздух, хорошо, Сережа. И я еще могу рассказать такой момент, что в этом году мы ездили в Лас-Вегас, и в Лас-Вегасе температура тоже гораздо выше, чем у нас в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И когда мы вернулись из Лас-Вегаса, как раз были какие-то прохладные дни, то нам, в общем-то, показалось, что даже и хотелось бы уже и погреться. Поэтому все зависит от того, любите вы жару или нет. Все зависит от того, как быстро пройдет у вас акклиматизация или нет. Ну и от общего настроя. И, как я говорю, мы хотели, чтобы было тепло, чтобы было жарко. И поэтому сегодня вот у нас число 18, температура 18 градусов. И, в общем, это для нас даже совсем не жарко. Это такая уже считается прохладная погода. Но по сравнению с двумя-тремя днями назад мы радуемся, что тепло, что нет дождя. Сашка, привет, как дела? Привет, как все? Хорошо. Перейдем к началу вопроса, к первой части. Что касается цен на жилье. Дорогое жилье или нет? Ну, не совсем понятен вопрос. И ответим на него кратко, не очень распространенно. Потому что, я думаю, на этом мы немножко больше остановимся, когда будем рассказывать про свой дом. Ну и вы, пожалуйста, когда посмотрите этот влог, скорректируйте вопрос. Что вы хотели более точно узнать? Цены на рент или цены на дома? Вот. Ну, мы давайте остановимся на ренте. Значит, когда мы приехали, мы сняли свой апартмент за 1400 долларов в месяц. Это большие деньги. Для Беларуси это офигенно большие деньги. И, в общем-то, их хоть с чем сравнивают. Хоть с рентом в Беларуси, хоть с зарплатой. Это, конечно, очень большая сумма. Я бы, Сережа, не подчеркивала, что для Беларуси, скажем, это для любой страны большие деньги. И для Америки в том числе. Ну, мы сравниваем там, где мы были, там, где мы есть. За что мы можем, так сказать, сказать, правильно? Вот. А опять же, рядом, например, в соседнем билдинге такая квартира могла стоить дороже или дешевле на пару сотен. То есть, значит, на тот момент, когда мы приехали и сняли двухбедрумную за 1400, это была достаточно средняя цена по нашему району, скажем так, да? А, значит, прожив 5 лет почти, в нашем билдинге цены подросли достаточно, наверное, сильно, можно сказать. Ну, сильно, опять же, для нашего билдинга сильно. Например, наш рент стал 1600. Сейчас сдается в нашем билдинге два апартамента. Они, наверное, от того времени, как мы въехали, поднялись в цене долларов на 300 на 400. То есть, как бы, рент вырос. И получается, что на сегодняшний день, например, наше жилье в нашем районе стоит значительно дешевле, нежели снимать такой же апартамент, но сегодня. Потому что, получается, когда вы въезжаете, вы платите больше, чем те, которые живут долго на одном месте. Ну, ты можешь сказать, что не будешь. Ты колокольчик махает. Вот. И поэтому это вопрос сложный. И вот, когда мы будем про жилье рассказывать про свое, наверное, мы остановимся больше на районах и порассказываем, от чего зависит цена. Когда мы прожили вот этот год, когда я говорила, что я пешком водила детей, очень, ну, получается, да, дети уставали. И Катарина, и Антоша уставал. Потом мы очень быстро как-то купили эту коляску велосипедную. Я их по очереди там подкатывала в этой коляске велосипедной. В общем, мы стали... Двое ехали, а один шел. Да, мы, ну, Саша, понятное дело, ехал, полудороги с ним подкатывался Антоша, полудороги Катарина. И мы стали смотреть ближе к школе жилье. И чем ближе к школе, тем цена взлетает вверх. Допустим, мне нравится наша квартира, мне нравится в ней то, что в ней два этажа, мне нравится то, что... Маленький билдинг у нас. У нас немного соседей, мне нравится крытый паркинг. Ну, и куча-куча каких-то моментов. Вроде нашли квартиру, нахожу квартиру, вроде думаю, ну да, дороже, но дети, типа, не будут ходить пешком. Открываешь, смотришь, там вот такусенькие малюсенькие комнатки какие-то. Еще 150 людей вокруг тебя будет жить, если не больше. И, в общем, выглядит все это... А ценник уже дороже. А ценник намного получается дороже. То есть, в общем... Но оно гораздо ближе к школе. Это было бы, грубо говоря, что дети не идут пешочком, а дети встали, рюкзачки взяли, и через 5 минуток они в школе. Мы до школы шли пешком минут 30. Потому что первое время дольше, потом... Чем больше становиться... Чем старше, тем быстрее. Ну да, потому что первое время... Шаг удлинился. ...был такой момент, что один раз мы возвращались со школы, Катарина посреди дороги уселась на чей-то газон и сказала, я никуда не пойду, я устала. Как говорит наш друг, по-моему... Ну, не друг, по-моему, а говорит друг, по-моему, он говорит так. Нет больших цен, есть маленькие зарплаты. Так он говорит, да? Вот, поэтому сказать однозначно нельзя, дорогое жилье или недорогое, потому что, ну, его сравнивать надо в определенных контекстах, в определенных связях. Сереж, если семья какая-то смотрит для себя жилье без детей и в ближайшие... И в ближайшие 5-7 лет они не собираются ребенка заводить, да, там какие-то эти садики, они вообще не должны не отталкиваться, не... Они приехали домой, ехали, да, не от рейтингов школ, не от близости каких-то там, ну, парков, потому что взрослые люди, они принадлежат себе, они захотели туда поехали, захотели сюда поехали. Поэтому кто, кто чего смотрит? Ну, я думаю, что у нас будет влог про наш дом. Мы подробно покажем и сам билдинг, и именно нашу квартиру. И тогда, наверное, мы остановимся вот на том, какое жилье дорогое, какое недорогое, какое подойдет больше для семейных, которое подойдет больше для одиночек, или, например, для молодой семьи без детей, или для семьи с собакой. Потому что все это настолько связано, плюс от того, захотите вы жить, вернее, как вы будете к работе привязаны. То есть вам надо работать будет ближе в Лос-Анджелесе, у вас будет машина или не будет машины, или вы работаете, вы не зависите от работы. То есть тут очень-очень много факторов, которые влияют на цену жилья. И поэтому, скажем, молодая семья, которая не обремена детьми и собачкой, и тем, что им не надо двигаться в центр Лос-Анджелеса на работу, например, они могут жить на побережье океана и снимать за две с половиной тысячи жилье. И точно такая же молодая семья, которая не имеет машины и должна на работу как-то добираться быстро в Лос-Анджелесе, ну, привязываемся так, гипотетически, они будут снимать в Лос-Анджелесе, может быть, гораздо меньшую квартиру, но тоже ближе к двум тысячам долларов в месяц, но и будут рядом с работой. Поэтому я бы смог, мы бы смогли бы вам ответить более точно на этот вопрос, если бы были поставлены какие-то рамки. Дорогое жилье относительно чего? Да? А так мы можем рассказать только общие моменты. Поэтому... Допустим, если говорить о съеме вообще не апартмента, а частного дома, то вот эти дома, которые стоят прямо напротив нашей школы, там цена вообще по 4 тысячи за месяц, по 4 с половиной. Да, да. Хотя вроде как бы мы что-то все в одной эре и находимся. Ну и что касается в отношении, если купить жилье, то это немножко другой вопрос. В нашей эре апартмент, квартиру можно купить где-то, ну, наверное, за 400 тысяч, это самый дешевый будет. И, наверное, он такой будет, чтобы въехать у него, надо будет провести какой-то минимальный косметический ремонт. Хотя бы минимальный. Хотя бы минимальный, да. Потому что, ну, дело в том, что в нашей эре жилье очень дорогое. А если купить дом, то минимальная цена, ты говоришь, наверное, 1700 где-то, да? Ну, я видела... Просто Маришка изучает регулярно трудию. Это такой сайт. Я видела за 720 тысяч. Самый дешевый дом будет стоить где-то порядка 700 тысяч. Это дом, который находится, ну, не в шаговой доступности до школы, но где-то, скажем, в пределах двух-трех миль от школы. Вот две ванны, две спальни. Ну, такой же дом может быть с одной спальней, с одной ванной будет стоить, может быть, на 1100-150 дешевле. Ненамного дешевле. А так в нашей территории в среднем цена на дома на нашем районе от миллиона и выше. Можно купить совсем дешевый дом. От 20 тысяч долларов и где-то до 300. Это Manufacture Home называется такой дом. Это дома, которые стоят в парках. Но эти дома не имеют своей земли. И поэтому все равно надо будет платить рент за землю от 1000 долларов в месяц и выше. То есть, вот такие получаются цены. Поэтому, чтобы конкретно сказать, дорогое жилье или дешевое, то надо рассматривать этот вариант в комплексе. Дорогое или дешевое для съема под какие цели. И точно так же для покупка. Вот, собственно, все, что мы хотели сказать. Поэтому вы старайтесь конкретизировать вопрос, а мы уже сможем тогда более конкретно отвечать. Ну и больше этой темы мы коснемся, когда будем рассказывать про свой апартамент. Когда мы его будем показывать, как снимали, как живем, что рядом. Вот. Ну, вроде бы и все. Вот такой вот небольшой вопрос и небольшой ответ. На этом влог заканчивается. Вы были на канале Наша жизнь в Америке. Не лайф, не лайф, не лайф. Не забудьте поставить лайк, подписаться, рассказать друзьям и знакомым. И до встречи в новой серии. Бай-бай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok